Соломон II создавал много проблем. Он не хотел нам покориться. Фёдор Филиппович Симонович. По происхождению серб. Умер в 1815 году. В русскую службу вступил из Австрии в 1793 году. В 1801 и 1802 годах покорил Лизгин. С отличием участвовал в войне с Персией. В 1810 году назначен правителем Эмиретии, Абхазии, Менгрелии и Гурии. А ещё больше осложняло ситуацию то, что и ахалцихские паша, и дагестанцы, чеченцы, ингуши и осетины, будто забыв о различии вере, все единогласно признавали Соломона предводителем Кавказа. Ведь после того, как Цицианов заставил Соломона подписать трактат, русский гарнизон занял Кутаисий. Но покорить эмиретинцев невозможно, пока у них есть свой царь. Хотя разве этот бродящий по лесам разбойник может именоваться помазанником Божьим, подобно нашему царю? Соломона надо было устранить, чего бы это ни стоило. 20 февраля 1810 года император Александр издал указ о свержении с престола царя Соломона II и об упразднении эмиретинского царства. Каковое совпадение? 20 февраля – это день рождения царя. В эмиретинский полк был направлен коренодерский полк под командованием подполковника Симоновича. Параллельно с военными действиями Симонович отправил царю Соломону послов с предложением вступить в переговоры с Александром Тормасовым, главнокомандующим по Грузии. К 8 марта 1810 года русские отряды заняли резиденцию царя в Арцифе. И вот с Соломоном остались лишь пять князей, сорок дворян и немногочисленный отряд. Страна стояла перед угрозой разорения. И тогда царь решил сложить оружие. 9 марта царь Соломон II написал Симонович. Я откажусь от управления страной, если меня никуда не выселят с моей родной земли и дадут мне в эмирете имение, которое я выберу сам. Но я требую, чтобы мне была предоставлена письменная гарантия моего проживания в эмирете. Я написал Соломону, ваше высочество, благоволите встретиться с Тормасовым, помиритесь с ним и дождитесь решения всемилостивейшего императора. Соломон II потребовал дополнительных гарантий, что его не задержат при встрече с Тормасовым. И по завершении встречи, безо всяких проволочек, позволит вернуться назад в эмирете. Симонович написал мне в ответ, что готов встретиться со мной в любом указанном мною месте и дать обет православного христианина, что головой ручается за мою безопасность. 12 марта 1810 года у села Багдаде в храме Солхино царю Соломону II явились подполковник Симонович Могилевский, управляющий канцелярией главноуправляющего по Кавказу и четвери казака. В присутствии грузинских князей и русских солдат Симонович и Могилевский поклялись на распятии и священном писании, что царя Соломона не арестуют. А примут его с подобающими царю почестями. Поклялись, что после встречи с Тармасовым на границе с Картли царю позволят вернуться обратно. Соломон поверил клятве Симоновича. В сопровождении свита из пятиста всадников царь Соломон II направился на встречу с главнокомандующим по Кавказу Александром Тармасовым. Но у деревни Варьяни неожиданно два русских батальона окружились свиту Соломона II. 28 марта 1810 года Александр Тармасов встретился с Соломоном, осажденным русскими батальонами. Русские силой заставили сопровождающих Соломона принести клятву верности русскому императору. После чего 400 человек отправили назад вымереть. А Соломона в сопровождении 100 человек предпроводили в Тбилиси. В Тбилиси оставшимся ста сопровождающим также было приказано покинуть царя. Соломона II арестовали и посадили под домашний арест в доме Сумбаташвили в Авлобаре. Амеретинского царя и грузинского царского дома собирались выслать в Россию. Но из-за весеннего паводка дороги через Арагвий и Терек были закрыты. Поэтому процесс репатриации затянулся. Благодаря героизму своих подданных, среди них князь Кайхосру Царетели, вдохновитель побега, и слуге по фамилии Табукашвили, которого за преданность опальному царю сослали в Сибирь. Соломон II сумел бежать из русского плена. В триолеты Соломону встретился отряд дагестанцев, которые, признав в нем эмеретинского царя, преклонили перед ним колени, поклялись в верности и сопроводили его в целости и сохранности в Ахалцехе. Из Ахалцехе Соломон II написал эмеретинскому митрополиту Доситею. Грузины, поверившие слово и обету русских, духовно срастное пятницу гавеем, а телесно истерзанное молим о смерти, как об избавлении. Побег Соломона из Тбилиси ознаменовал начало борьбы западной Грузии против русского владычества. Сопротивление продлилось более четырех месяцев. Русское командование было поражено тем, что во всей западной Грузии трудно было найти человека, который бы отрекся от своего царя и стал служить завоевателям. Но то, что не смогло сделать русское оружие, сделала чума, принесенная в эмеретии русской армии. Эпидемия чумы среди солдат перекинулась на население и за несколько месяцев унесла жизни половины жителей региона. Страна была парализована. С 19 на 20 сентября Соломон II провел ночь в деревне Мавлаке на балконе князя Нижерадзе. На утро следующего дня он направился в Ахалцель. 5 мая 1810 года главнокомандующий по Кавказу Александр Тормасов ходатайствовал к военному министру генералу Барклайо де Толли. В послании говорилось «Милостивый государь Михаил Богданович, имея счастье представить в милосердное воззрение его императорского величества подвиги полковника Симоновича от монарших щедрот и спрашивать ему высочайше утвердить его управляющим по делам эмеретии, мингрелии, гурии и абхазии». Клятва преступника Симонович был щедро вознагражден.